Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об очень простом и очень эффективном способе посева мелкосемянных растений. С посевом мелкосемянных растений всегда имеется проблема загущения посевов. В особенности это касается, если говорить об огородных культурах, таких как морковь очень часто это касается, салатов. Они очень не любят загущение, в то же время семена достаточно мелкие, чтобы их было удобно разложить руками. Конечно, современные гибридные сорта выпускаются в дрожжированном виде, в инкрустированном виде. В этом случае объем семян увеличивается, размер увеличивается и можно высевать семена более точно руками. Однако же, если мы особенно имеем дело с обыкновенными семенами, то посеять их вот так вот без дальнейшего прореживания бывает достаточно сложно. Существует несколько способов разрядить при посеве вот это количество семян, уменьшить количество высеваемых семян, если мы просто рукой высеваем в гряды. Ну, один из таких способов это смешивание семян с мелким песком. Соответственно, объем, общий объем того, что мы высеваем за счет песка увеличивается и количество падающих семян уменьшается. Однако, трудностью этого способа является равномерное распределение семян по объему песка. Впрочем, если насыпать, например, в банку и трясти как следует, то, в общем-то, этой трудности можно и избежать. Хотя, это нужно делать достаточно интенсивно, для того, чтобы у нас не было локальных мест загущения посева и поросевов каких-то. Вот еще один способ, с которым я хочу вас познакомить, это использование крахмального клейстера. В отличие от способов с песком или, например, наклеивания на ленту, мы здесь используем такой мокрый способ посева. То есть, после того, как мы приготовили нашу смесь с семенами, мы должны семена практически сразу высеять. Ну, максимум можно эту смесь подержать 3-5 дней до проклевывания семян. В этой смеси она, в принципе, дружественна для проклевывания. Ну, и после этого обязательно высеять, потому что длительное время хранить эту смесь нельзя. Итак, для нашего способа я буду использовать самые обыкновенные семена моркови. Для того, чтобы посеять семена по этому способу, нам в базовом рецепте понадобится всего лишь навсего крахмальный клейстер и семена. Крахмальный клейстер должен быть достаточно густым. То есть, он не должен литься, он должен скатываться с ложки вот такими большими кусками. Вы можете использовать картофельный крахмал, вы можете использовать кукурузный крахмал, вы можете использовать даже пшеничную или какую-то еще муку. Но если вы используете картофельный крахмал, то в этом случае вам необходимо как минимум 3 столовые ложки крахмала на 1 литр воды. Для того, чтобы сварить вот такой вот густой клейстер. Почему нам нужен именно густой клейстер? Потому что мы его будем впоследствии не выливать на гряды, потому что есть модификация этого способа. Он такой, ну не абсолютно какой-то уникальный, авторский. Есть варианты различные этого способа посева семян, но очень часто можно встретить варианты с тем, что этот клейстер выливается в рядки. Мы же будем его выдавливать как крем на торт. Итак, я беру примерно пол-литра клейстера и семена моркови. В соответствии с инструкцией семена должны располагаться на расстоянии 5-8 сантиметров. Вот опытным путем, уже не один год используя этот метод, я пришел к тому, что хорошая густота стояния растений обеспечивается в том случае, когда на пол-литра клейстера, ну у меня тут чуть-чуть больше, ну можем считать, что пол-литра клейстера, добавляется не более 1 грамма семян. Можно даже чуть меньше. То есть здесь же разбежка от 5 до 8 сантиметров. Вот примерно грамм с небольшим минусом допускается сюда, необходимо высеять. Итак, скрываем пакет с семенами. Здесь в пакетике 2 грамма. И мне сюда нужно выложить примерно половину этого количества семян. Вот я сюда и высыпаю. Вот так. После того, как мы засыпали сюда семена моркови или салата, или каких-то еще мелкосемянных культур, мы должны этот клейстер очень тщательно вымешать. Вот этот момент является, можно сказать, критическим для данного способа посева. Чем равномернее вы вымешаете семена с клейстером, тем равномернее будут располагаться ваши растения на грядке. Этот способ хорош еще и тем, что в процессе вымешивания семян сюда можно добавить какие-то дополнительные компоненты в этот состав. Ну какие? Ну, во-первых, какие-то ростостимулирующие. Вплоть до того, что можно даже добавить гетероуксин. Он очень способствует схожести семян, особенно туго схожих или старых, если вдруг такое случилось. Поэтому по инструкции вы гетероуксин можете, корневин, что угодно гормональное сюда ввести. Второе, что необходимо сюда ввести, ну или по крайней мере можно, это биопрепараты. Это может быть триходерма, в том числе выращенные у вас дома, только надо ее как следует измельчить, чтобы она впоследствии не мешала нам высеву семян. Это может быть препарат какой-то сенной палочки, ну вот можно сухой или жидкий фитоспорин, может на самостоятельно выращенный препарат сенной палочки, бактоген очень хорошо, ну любой препарат сенной палочки. Вы также, если вы высеваете, например, лук-чернушку по этому способу или ту же морковь, вы можете ввести сюда липидоцит с тем, чтобы сделать дополнительное отпугивание и уничтожение вредителей, которые могут сюда нападать в виде личинок, луковой или морковной мухи. Это тоже очень хорошо. Все препараты вводим сюда по инструкции, они бывают разные. То, что я сюда введу обязательно, это препарат, который называется фитактив вита. Это такое концентрированное удобрение, оно в том числе предназначено для замачивания семян. Ну, а меня оно привлекло тем, что здесь с достаточно высокой концентрацией имеется очень-очень такой шикарный, богатый набор микроэлементов. Ну, кроме того, азот, фосфор, магний здесь есть, калий. Ну, все, что необходимо растениям для начального роста. Примерно, по инструкции, если следовать, то 5 мл на литр необходимо добавить. У меня здесь, ну, от 5 до 10, значит, у меня здесь пол-литра, соответственно, я где-то от 2,5 до 5 мл этого средства сюда добавлю. Очень хорошо сюда ввести дополнительно, опять же, для тех же, там, значит, моркови и лука чернушки, и очень хорошо ввести сюда табачную пыль. Табачную пыль сюда очень хорошо ввести также и для всех крестоцветных растений. Это горчица, капуста и так далее. Почему это очень хорошо сделать? Да потому что это будет обеспечивать довольно длительную защиту этих растений от тех же вредителей, которые так любят ими лакомиться, особенно в начальной фазе развития. Конечно, через какое-то время, когда растения уже подрастут, примерно через 2-3 недели, вот срок действия табачной пыли уже завершится, и нам придется опудривать, опылять, делать крепкие растворы с кипидаром, например, с мылом, для того, чтобы проливать наши грядки такими безопасными для здоровья человека компонентами, но отпугивающими морковную и луковую муху, и других вредителей, в том числе всяких, которые проделывают ходы в луке перья, что очень неприятно для дальнейшего употребления этого лука в качестве зелени. Кроме того, я сюда ввожу всегда оксидаторфа, ну или какие-то гуминовые препараты. Ну почему мне это необходимо? Потому что у меня суписи, они бедные на органическое вещество, бедные на гуматы, поэтому вот тоже обеспечить такое стартовое количество этих регуляторов роста бывает очень и очень полезно. Для того, чтобы визуализировать равномерность размешивания, я вам рекомендую в этот состав добавить несколько капель метиленового синего. Если метиленового синего нету, значит можно добавить несколько капель бриллиантового зеленого. Не надо много, достаточно несколько капелек, и таким образом вы сможете проконтролировать равномерность вымешивания, ну, с тем, чтобы у вас, так сказать, не осталось каких-то белых пятен здесь. После того, как вы равномерно-равномерно вымешали вот этот весь состав, а вы сюда можете ввести еще что-то, что вам как бы захочется, может быть какие-то дополнительные удобрения, стимуляторы роста, ну, может быть какие-то антисептики, тот же хлоргексидин сюда можно ввести и так далее. Все, что захотите для того, чтобы защитить свои семена в будущем, в зависимости от вашей конкретной ситуации. После этого вам понадобится вот такой вот пакет, полиэтиленовый пакет, в который вы перевалите вот эту смесь с семенами. Сделать это очень легко и просто. Просто берется пакетик и вот таким вот образом. Я почему не использую сейчас именно табачную пыль и еще какие-то компоненты, потому что я хочу показать, как я контролирую густоту посева, густоту семян. Потому что когда вы добавите сюда гуматы или добавите сюда табачную пыль, то прозрачность этого раствора уменьшится и таким образом у вас, ну, мы не посмотрим, насколько правильно будут раскладываться семена. Так, в каком-нибудь для тортов такой конструкции вам нужно здесь прорезать маленькую-маленькую дырочку, прям совершенно маленькую, ну, такого размера, которая бы обеспечивала вам беспрепятственный выход семян. Но достаточно маленькую, чтобы у вас в гряды вот эта вот змейка из крахмального клестера не ложилась широкой лентой для того, чтобы семена раскладывались все-таки более-менее равномерно. Поэтому я тут делаю малюсенькую-малюсенькую, буквально такую символическую прорезь вот здесь вот с уголка. После того, как я это все дело отрезаю, я могу уже, вот я сейчас немножечко ее расширю, с тем, чтобы семена мои хорошо раскладывались. Я вот возьму на белый лист и посмотрю, какой мне нужно будет сделать нажим, чтобы у меня равномерно раскладывались мои семена. Вот я сюда вот, пожалуйста, выложу эти семена. И вот я могу посмотреть в этой змейке, на каком же расстоянии у меня выложились эти семена. Ну, могу вам сказать так, что здесь у меня на расстоянии примерно 2-3 сантиметра выложились эти семена. Видите, она не растекается, эта змейка. Это немножечко больше, чем указано в рекомендациях. Потому что здесь 5-8, а у меня получается, ну, примерно в 2 раза гуще. Почему я так делаю? Потому что, к сожалению, схожесть вот таких вот семян обыкновенных, она не стопроцентная. Вот если мы имеем дело с дрожжированными или инкрустированными семенами, то там производитель, как правило, закладывает очень хороший, очень высокий процент схожести семян. А здесь, по моему опыту, поливая схожесть семян не более 50%. Если у вас семена с большей схожестью, ну, понимаете, на пакетах, к сожалению, не пишут эту схожесть. Но для того, чтобы избежать изреженных посевов в будущем, я вот таким вот образом увеличиваю вот эту вот норму посева. Впоследствии, если где-то действительно оказалось, что морковочка высеялась густовато, ну, то просто я при прореживании удаляю эти растения, получаю раннюю продукцию. Ну, а к более позднему периоду, потому что у меня сорта есть и поздние, и ранние всякие, я уже получу нормальную густоту стояния. Только нужно помнить, что морковь надо прорывать достаточно рано, для того, чтобы оставшиеся растения сформировали гладкие, ровные, красивые корнеплоды. У моркови с густотой стояния, с загущенностью посевов связано довольно много проблем. Это и закручивающиеся, деформировавшиеся какие-то корнеплоды, когда один другому мешают, могут даже вокруг друга обвиваться и так далее. Мы поговорим обязательно о проблемах моркови и как их избежать в процессе выращивания. Ну, а сейчас будем сеять. Что ж, надеюсь, что вам этот способ поможет не делать перерасход семян, обеспечить вам хороший рост развития ваших растений, благодаря дополнительно вводимым компонентам в этот состав, в этот рецепт. И также поможет вам избавиться от таких неприятных вредителей, как луковая муха на луке, морковная муха, ну и других проблем. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Как видите, все это довольно просто. Рекомендую. Всего хорошего.